С проблемой воспаления десен сталкивался, наверное, каждый человек. Степень выраженности патологии может быть разной, от периодической кровоточивости до развития серьезных воспалительных процессов. Однако вторые чаще всего появляются как раз из-за игнорирования ранних симптомов и правил профилактики. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что в нем мы расскажем об основных причинах заболеваний, а также о том, как можно защитить десна без употребления медикаментов. Среди основных причин воспаления десен нужно выделить следующие 1. Ослабление иммунитета как общего, так и местного. Когда защитные механизмы перестают сдерживать рост патогена микрофлоры, наблюдается ее стремительный рост, поэтому десна могут быть целью патогенов. 2. Недостаточная гигиена ротовой полости. Каким бы сильным не был иммунитет, бактерии будут усиленно размножаться, если человек нерегулярно чистит зубы. 3. Редко посещает стоматолога. Особенно опасен зубной налет. Это главное место скопления патогены микрофлоры. 4. Наличие зубного камня. Он образуется, если не удаляется налет зубов. Появление зубного камня – одно из следствий плохой гигиены ротовой полости. Эти образования травмируют нежные ткани десен, что делает их открытыми для проникновения патогены микрофлоры. 5. Среди других причин нужно выделить табакокурение, а витаминоз – заболевание пищеварительной или эндокринной системы. Такие болезни могут быть вызваны травмированием десен, например, при неправильном пломбировании или протезировании. Обратите внимание. В некоторых случаях болезни десен имеют генетическую природу и вызваны наследственными предпосылками. А как часто вы посещаете стоматолога? Напишите об этом в комментариях под видео, нам и нашим зрителям это будет интересно. Признаки болезни десен. Воспалительный процесс идет постепенно, он не возникает внезапно. Отечность и покраснение десен. На ощупь они становятся мягкими. При очистке зубов часто идет кровь, по мере усугубления кровоточивость может возникнуть даже от прикосновений языка. Ткани становятся слишком чувствительными, особенно хорошо они реагируют на холод или тепло. Появляется дискомфорт или даже боль. При наличии данных признаков следует обратиться к стоматологу. Кроме этого рекомендуется использовать зубную щетку с мягкой щетиной, которую желательно менять каждый месяц. Внимательно относитесь к гигиене ротовой полости. Используйте флосс. Крайне важно правильно питаться. Рацион должен быть полноценен содержанием всех необходимых веществ. Особое внимание должно уделяться витаминам и минеральным компонентам. Полезные продукты для укрепления десен Морковь, орехи, цельнозерновой хлеб, кукуруза и другие твердые овощи полезны потому, что при жевании создается массажный эффект. Это укрепляет десны и усиливает секрецию слюны, которая обладает бактерицидными свойствами. Кроме того, морковка содержит провитамин А, который превращается в ретинол, усиливающий регенерацию тканей. Зеленый чай содержит катехины – мощные антиоксиданты, которые снимают воспаление. Если у вас остались остатки чая, то их можно использовать для полоскания рта. Вот почему люди, регулярно пьющие зеленый чай, реже страдают от воспаления десен. Лук и чеснок содержат аллицин, фитонциды и другие бактерицидные вещества, которые являются природными антибиотиками. Однако следует учесть, что при термической обработке все полезные свойства утрачиваются, поэтому для здоровья десен полезны только свежие овощи. Кардамон и петрушка обладают антисептическим действием, уменьшают воспаление и защищают от неприятного запаха изо рта. Поэтому если пожевать веточку петрушки после употребления лука или чеснока, то удастся избавиться от неприятного запаха. Земляника, киви и цитрусовые. В них содержится большое количество витамина С, оказывающего благоприятное воздействие на десны и зубы. Кроме того, они помогают предотвратить пожелтение зубов и укрепить местный и общий иммунитет. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и поделиться этим видео с друзьями в социальных сетях, чтобы они больше узнавали полезные информации и были здоровыми.